Всем привет! Высадка томатов в открытый грунт, мне кажется, самое интересное занятие. Оно у нас сегодня началось. Несмотря на то, что завтра у нас какое-то там полнолуние, решила я все эти предрассудки бабушки отодвинуть в сторону, начать сегодня, потому что с завтрашнего дня у нас опять начнется, там посмотрела и 23, и 28, высаживать в жару очень тяжело нам, очень тяжело растениям. Сегодня высадим в такую прохладненькую погоду, у нас сегодня 14, прекрасная погода, около 10 ночью, и завтра как раз они проснутся под лучами солнца, и адаптация пройдет хорошо, так как они у нас с закрытой корневой системой все. Видите, мы без повреждения земляного кома будем высаживать, они болеть не будут. Сейчас расскажу, как мы это делаем. Забыла назвать число 6 мая, это Ольга Чернова, огородная азбука. Высадка томатов в открытый грунт. Вот эта грядка, самая первая из нормальных, не из тех, которые остатки, не из тех, которые там остались от теплицы холодостойкие, которые не жалко высадить, это те, которые жалко, это те, которые нужно сберечь, но это сибирская серия. Они будут самые-самые первые высажены, потому что я на них надеюсь, все со своих семян, у них не бывает осечки, и они более, так как я уже много лет, на протяжении многих, многих лет я их выращиваю из своих семян, и как я уже говорила, происходит адаптация. У этих растений уже генетически заложено, на генетическом уровне, в памяти, что их родители жили в холодных, в неблагоприятных условиях, и дедушки, и бабушки жили в неблагоприятных условиях. Они готовы к нашему климату, то есть они почти что районированные. Ну, не почти что точно. Сейчас скажу, здесь вот эта грядка будет сибирские, но будут самые крупноплодные. Это любимый праздник, это пудовик, это тяжеловес Сибири. Новый сорт, который добавится только цифамандра, а остальные все те, которые я уже выращивала. Любимый праздник почему-то, к сожалению, в магазинах людям стало труднее купить, почему-то очень редко, ну а пудовик, например, тяжеловес Сибири, ботяня, многие знают, именно эти сорта я сейчас буду высаживать. И вот смотрите, мы уже их рассортировали по сортам. Вот, например, с этой стороны будет любимый праздник, они лежат, любимый праздник, любимый праздник, любимый праздник. С этой стороны будет пудовик, 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 пудовик и так дальше. И про добавки я говорила уже в предыдущем видео. Здесь никаких добавок, кроме золы, не будет, потому что я предвидела в том году, что будет массовая высадка, чтобы ускориться. Я добавляла суперфосфат, талий серно-кислый, достаточно ложечки золы. Все, сделали разметку, сделали лунку, сейчас будем высаживать. Когда высажу, я покажу, что я делаю дальше, но могу на словах сказать, кому неохота смотреть окончание видео, я просто полью полную лунку до полного, подожду, когда вода уйдет в землю, быстренько воткнем колышки и сразу же подвяжем, потому что штормовой характер погоды в прошлые дни дал нам, ну как мы приобрели горький опыт, вот на той грядке, где не подвязано, тут сломались две, там сломалось шесть кустиков, которые были не подвязаны. Подвязку будем делать сразу, потому что рассада взрослая, высокая, видите, она уже какая покачивается, она здоровая, некоторые уже с цветочками, если не подвязать, то жалко, могут быть большие потери. После того, как высадим, покажу еще раз. После высадки томатов в открытом грунте, я также поливаю сильно-сильно-сильно полную лунку, потом жду, когда все впитает, и тут в открытом грунте приходится сразу же делать подвязку колышком, потому что погода нестабильная, и уйдя вечером, не подвязав, можно утром получить сломанные томаты, как у меня произошло на первой лунке, подвязку делаем сразу. Конечно, в первый день после высадки они выглядят, как я их называю, как гадкие утята, такие пониклые какие-то, всякие ветер их трепет, ничего, через 2-3 дня они лицом к солнышку встанут, листики расправят, все, вот это первая грядка сибирская серия, это гряда будет сибирская, любимый праздник, пудовик, жила весь Сибирь, золотые купола и так далее, и тому подобное, все крупноплодные, выносливые сибирские сорта.